Урок 6. Синхронизация композиции в режиме сессии. Часть 2. Переводим указатель в установленную точку начала сведения и увеличиваем масштаб диаграммы, нажав на клавиатуре кнопку плюс. Удары основного барабана отображаются на диаграмме в виде всплесков звуковых волн. Наша задача сделать так, чтобы начало каждого удара находилось точно под делением, имеющим целое числовое значение. Для этого еще немного увеличим масштаб и поставим указатель прямо перед началом волны, а затем двойным нажатием левой кнопки мыши установим маркер. Зажимаем левую кнопку мыши на желтой метке маркера и перемещаем его к ближайшему целому числовому делению. Для более ровного сведения эту процедуру следует выполнить еще в пяти местах композиции. Продолжение следует... Распроизводим первый трек и проводим аналогичную операцию в начале и в конце второго трека. В первую очередь определяем точку сведения, которой является первый удар основного барабана. Увеличиваем масштаб и с помощью маркера подвигаем начало ударной волны к ближайшему целому числовому делению. Когда воспроизведение первой композиции подойдет к первому маркеру, нажимаем кнопку Play во второй композиции и слушаем результат. Для синхронизации последующих композиций выполняем все вышеописанные действия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok